Ава, с вами Юлик, и я думал, этот день никогда не настанет, но хайп кэмп кончается. Начинает выходить последняя серия, они ее разделили на две, и я думаю, что нам следует их посмотреть. Но перед началом я хочу сказать, что мы совместно с YouTube-каналом магазина Умка Мол проводим крутой конкурс и разыгрываем три приза. Смарт-часы, пауэрбанк и наушники Bluetooth. Условия участия очень простые, вам нужно перейти по ссылочке в описании на канал магазина Умка Мол, подписаться на него, найти самое последнее видео и написать в комментариях один комментарий, участвую, и прикрепить к нему свой номер телефона или контактную почту. Розыгрыш будет 23 апреля, время осталось совсем немного, поэтому прямо сейчас поставьте на паузу, перейдите в описание и выполните все условия участия. Насколько мне известно, проект Hype Camp пошел по полной пизде, завершить они его не могут, сделать ничего невозможно. Но давайте посмотрим, это только плюс для нас. В течение нескольких месяцев наши финалисты преодолевали различные испытания на своем пути. Да, а я-то думал, что вы все сняли за месяц, проебали все деньги и не могли долго доснять последнюю серию, но ладно, поверим вам на слово. Обходя раз за разом всех своих конкурентов, чтобы в конце концов столкнуться в финальном блогерском поединке за звание победителя шоу Hype Camp. Такое себе звание. Я- хотите устроить для вас конкурс, ребята, из Hype Camp и буду выдавать вам звание любителей хуёв, хотя ладно, погодите, там есть парочка таких. Игорь Янг. О, Игорь Янг, это же тот талантливый видеоблогер, которого мы все знаем, любим, смотрим все его новые ролики. Или нет, это тот чувак, который зазнался, о котором никто не знает. Леша Ченский. Леша Ченский, на мой взгляд, перспективный видеоблогер. Я не знаю, как он как человек, может он говно, может он и не говно, но он заметил, что начинает заходить у него на канале и вроде как продолжил делать такие же заходящие вещи. А кто из них победит, решать тебе. Пусть победит, дружба, ребята, дружба. Посмотри, как ребята справились с тремя финальными заданиями. Биография, дис на соперника, как ты потратишь миллион. Биография, родился, ничего не делал, пришел на хайп-кэмп и позорился. Дис на соперника. Блять, это невозможно, сука. Строители, хуй его. Будем считать, что это был Дис на соперника. Как ты потратишь миллион? Попробую обелить свою репутацию после такого провального проекта. Оцени объективно работы наших финалистов и голосуй здесь же. Не голосуйте, нахуй, нахуй. Пусть они сами из этого говна выпутывают. Так, Игорь Янг, его биография. Какое долгое и скучное вступление, блять. Да, ты крутой, у тебя есть пистолет, и ты завариваешь чай, и выглядишь на 14. Давай уже ближе к делу. Родился я летом в России, в моменту за ошибочную речь подложили пистолетом. Очень хочется едко прокомментировать и как-то оскорбить то, что происходит на экране, но я почти ничего не разобрал. Игорь, запишись в нормальной студии, либо пускай субтитры. В бедном детстве нелегком для мамы я рос без отца и так часто болел, и вроде обидно, что не был богат. Ой, какой ты бедный. Вот давайте не будем его жалеть. Духуище людей росли без отца, я рос с отцом, но это были 90-е, камон, или в каком-то году родился. В 2010-м, в 90-е всем было хуёво, спросите у своих родителей. Вы мелкие, возможно, не помните, но хуёво было всем. Чаевитушка, получил койку, маме на ушко. Кто-то обидел, маме на ушко. Ой, ну давай, теперь пожалуйся маме на ушко, что Юля гадости про тебя говорит. Я был сопляком и жил по подсказкам, не зная проблемы, боясь перемен. И с красной подставкой для чайника кончил учебу, поняв один жизненный мем. Я не рэпер и буду судить с позиции слушателя. И слушать это тяжело, тут много воды, тут дохуя воды. Тут воды больше, чем в трусах на концерте Фейса. Ничего интересного, ничего смешного, только вот, ой, я такой бедненький, несчастный, но я пробил со самых низов. Я, о, пожалеете меня. Пусть меня душат продюсеры, хейтят и пишут все, что хотят. Все равно это им не поможет, со мною не дешево стоит контракт. Че ты пиздишь? Че ты пиздишь? Не дешево стоит контракт. Ну вот серьезно, кто он? Кто он? Что это? Что это? Мальчик с хайпкэмпа, который сделал диск на Даню Комкову. Вот кто ты. У тебя нет имени, это все, чем ты прославился. Я не зазвездился. А я вот от людей, близких ранее к нему, знаю, что зазвездился. И кому мне верить? Мы не будем это смотреть целиком, потому что это идет почти что 3 минуты. Это очень скучно. Все одно и то же. Очень похоже на детские передачи, которые мы смотрели с Кузьмой, где все разжевывается по несколько раз. Биография Леши Ченского. Смешно. Сразу шутка. Он показывает, что его персонаж отсталый, потому что он слушает Мариану Ро. Минус один участник хайпкэмпа. Отлично, все, теперь мы знаем победителя. Это тот, кто выжил. И так бы хотелось закончить ролик, но он еще 13 минут будет идти. Сейчас доктор приходит и говорит, Алексей, у вас очень серьезная травма мозга. Если честно, от мозга ничего не осталось. Поэтому вот, билетик на хайпкэмп. Как я здесь оказался? Тебя уебали по голове, что тут непонятного? Она не болит? Привет, я твой лечащий врач, и наверняка ты не помнишь, что вообще на тебя было совершено покушение. Покушай, это не я, это не я, это не я, серьезно. В результате чего у тебя сейчас амнезия? Память вряд ли к тебе вернется, поэтому я считаю нужным рассказать тебе, кто ты вообще такой. Я опросил твоих родственников, покопался в базе данных, и вот что я нашел. Пусть в меня бросит камень тот, кто скажет, что это неинтереснее, чем у Игоря Янга. Это в миллион раз интереснее, чем у Игоря Янга. Давайте его биографию не будем смотреть целиком. Это знаете, как с животными дал имя, все, ты к нему привязался, его нельзя просто отдать обратно в питомник. В детстве ты занимался вокалом и актерским мастерством. Батин толстым был, смешно, плюс, сразу плюс Лёше Ченскому толстый, чуваки смешные. Дисна соперника от Игоря Янга. У него ногти покрашены в черный и белый. Я так в школе делал с замызкой. Один раз. Одного раза мне хватило, чтобы понять, что это тупость. Какой же охуенный. Блядь, мне такой классный. Снизу его лицо выглядит как квадрат. Может быть, это брат Моргенштерна. Блядь, опять очень долгое и скучное вступление. А может быть, снять клип в одной локации? Но не в настоящей локации, а просто в студии, чтобы нельзя было сделать его хоть чуточку, блядь, интересным. Попытайся убежать, я смогу тебя догнать. Я ищу себя годами, а ты как себя продать? Бежать, прогнать, угнать, лизать, копать. Игорь, это не рэп, это хуйня. Гулять, играть, танцевать, лежать, стоять. Вот такие рифмы ты делаешь. Ты позиционируешь себя как рэпер. Про подписчики, как деньги, как пришли, так и уйдут. Только истинность таланта составляет все дюд. Истинность таланта, по мнению Игоря Янга, в том, чтобы рифмовать на глаголы. Как же он плох, я не могу это смотреть, это физически невозможно. Я знаю, что никто из моих кришей на ютубе не делал реакцию на хайпкэм, потому что я начал это делать первый. Но, ребята, я это говно смотреть не могу. Данил, Данил, сделай на него реакцию, это хуйня. И меня я не могу выдержать. Я просто промотаю к Лёше Ченскому, может, хоть он что-то смешное сделал. Эй, Игорь Янг, ты думаешь, что только я тебя не возлюбил на этом проекте? Илюш Белов, ты можешь, давай. Эй, ё, 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 твоя мать, Игорь Янг, финалик. Он сделал дисс от лица каждого участника хайпкэмпа. Ты была в войске, Янг Ардиенко, а первым по запросу был его лайв-канал. Я не хочу его хвалить, но на фоне Игоря Янга... Любой участник хайпкэмпа, видимо, гений. Но слушать и смотреть это тоже невозможно. Так что перейдем к той части, где они рассказывают, на что они потратили бы свой миллион. Привет. Меня зовут Игорь. Игорь Янг. И я хочу рассказать вам историю. Блядь. У него все клипы начинаются одинаково. Очень грустно. Сейчас я буду вам рассказывать свою историю, а вы послушайте и поплачьте. Историю. Главный герой, который Транжиро. Каких свет не видывал. Ну, значит, ты не заслуживаешь этот миллион. Ты его не получишь. Потому что ты, во-первых, тупой. И мы это поняли по твоему творчеству из этого ролика. А во-вторых, ты говоришь, что ты его потратишь на хуйню. Но поначалу он был беден и еле сводил концы с концами. Однако персонажу повезло. Ему всегда помогали хорошие друзья, любящая девушка. Хватит, сука, пытаться выдавить слезу. Год за годом с помощью близких поднимался с колен наш герой. И вот однажды он разбогател. Жить начал шикарно. Горе не знал. Давай, вот сейчас самый момент перейти на слезные рыдания. Говорить, вот так, вот он такой хороший. У него миллион. Я давно не записывал реакции на хайп-кэмп и забыл, насколько это ебанное чувство бесячее. Порой, можно сказать, жиру бесился. Вроде все отлично, да вот близких своих он позабыл давненько. О, нет! Он променял друзей на деньги, как он мог! Друзья смирились с горем. С девушкой он расстался, а мать померла. Ебать, чё ты не... чё ты, блядь, несёшь? Я надеюсь, что у тебя не умирала мама. Я очень надеюсь, что ты не использовал смерть своей матери, блядь, в этом проекте. Вот так вот выставляя это на всеобщее обозрение. Я понимаю, что он рассказывает не про себя, я понимаю, что это какая-то история, но... Главный герой в ней он. И судить мы будем тоже его. Я ставила сыну наследства один только персень. Персень был не простой, а заговорённый. Это как сочинение по литературе в пятом классе. Просто набор слов. Неинтересный, тупой набор слов. Игорь Янг, сегодня ты получаешь тройку за старания, но за абсолютную хуйню, что ты написал. Мы переходим к Лёше Ченскому. И я не удивлюсь, если он меня удивит. Потому что на фоне Игоря Янга очень несложно быть удивляющим. Я вообще не понимаю, как он дошёл до конца проекта. Ну чё, рассказывай, где миллион взял? Ладно, скетч вначале не удивляет, но это уже лучше вот этого слезливого АСМР, который пытался сделать Игорь. Но самый главный вопрос, куда ты его потратишь? Я куплю миллион жвачек. Жвачки же ещё продаются, проблю, да, нет. Назовите три действительно крутых короткометражных фильма на русском ютюбе. Вы ничего не назвали? Один плюс один, который мы сделали с Кузьмой. Один плюс один, два, который мы сделали с Кузьмой. И какой-нибудь короткометражный фильм Юры Хованского. Нет, если серьёзно, то есть. Есть короткометражки на ютюбе Лёше. Это нормально, потому что их почти нет. Именно поэтому я буду первым, кто это сделает. Неплохо, неплохо. Он конкретно ответил на поставленный вопрос, а не стал сказку рассказывать. А это, как вы понимаете, стоит денег. Декорации, костюмы, актёры, режиссёры. Я хочу сделать не просто любительское видео. Я хочу сделать настоящий фильм. О, кто-то просрёт Леа. Лёша, начинай снимать короткометражные фильмы с того, что есть. Потому что без опыта ты просто просрёшь Леа. Вы, наверное, заинтересованы, про что же будет мой фильм? Честно, нет. Вообще не заинтересованы. Но раз уж ты начал говорить, то заканчивай. Ролик скоро кончается, потерпите чуть-чуть. Лёша, твой фильм набрал 15 миллионов просмотров. Почти как ролик Пьюдипайя про Логана Пола, который набрал 27 миллионов просмотров. Ты всё ещё хочешь снимать короткометражные фильмы на YouTube? Ах, да, ещё у него есть ролик про Джейка Пола, который набрал 30 миллионов просмотров. Расскажи, в чём твой секрет? В чём мой секрет? В один день в меня поверили. Я не знаю. Это как будто гэк. Как будто это должно быть смешно. Он посмотрел в камеру, такой, в один день в меня поверили. Ладно, тут всё ясно. Выиграет миллион тот, кто согласится разделить его с теми ребятами, которые делают этот проект. На этом можно закончить. Подписывайтесь, ставьте лайки. Не голосуйте ни за кого на хайп-кэмпе. Пусть они сами с этим разбираются. С вами был Юлик. Всем пока.